хотел прочитать большую цитату из Бориса Гройса посвященную как раз из его замечательного текста посвященному московскому романтическому концептуализму весь этот текст заканчивается недостаточно большим пассажем который в них представляется очень важным в понимании супер эпиграф искусство перформанса предоставлено в Москве группой коллективные действия есть разумеется и другие его представители но названная группа менее других связана с социальностью ориентирована на проблемы стоящие перед искусством как таковым ее работы уже довольно многочисленные да, хочу сказать, что это стояние написано в 78 году многочисленные художники, входящие в эту группу ставят себе серьезные задачи пытаясь разложить зрительский эффект от события на его первоэлементы пространство, время, звучание, число фигур и так далее особенностью всех этих работ является их зависимость от эмоциональной преднастроенности зрителя их чистый лиризм все их перформансы несколько эфемерны они не формируют закону, по которому их надо воспринимать и судить и отдают себя на произвол зрительского восприятия встреча с ними зрителя часто намерена случайно так художники оставляют под снегом звучащий звонок оставляют в лесу разрисованную палатку и так далее эффект, который производит подобного рода случайные встречи отсылает к миру неожиданных предзнаменований и удивительных находок в котором еще так недавно жило все человечество были времена, когда повсюду люди находили необъяснимые следы чего-то присутствия некие указания на деятельные и преднамеренные силы выходящие за границы объяснений, предлагаемых здравым смыслом эти приметы, присутствие магических сил, можно считать фактами искусства противостоящими фактам действительности потому что их нельзя объяснить, а можно только истолковать художники из группы коллективные действия стремятся подтолкнуть современного зрителя к такой как бы случайной встрече или находке, которая вынудила бы его к истолкованию после предпринятого выше анализа, творчества нескольких современных московских художников естественно возникает вопрос, что составляет особенность современного русского искусства что делает его своеобразным, если таковое своеобразие у него вообще есть можно ли говорить о его противопоставленности искусству Запада видя между ними очевидное сходство я полагаю, что такая противопоставленность все же есть быть может она не выявлена сейчас в полной мере в самих работах современных московских художников но нет сомнения, что она присутствует в понимании этих работ и художниками, и публикой а следовательно и на работы ложится печать различия к сожалению полуосознанно так что необходима интерпретация для того, чтобы правильно видеть искусство на Западе так или иначе говорит о мире оно может говорить о вере, но оно говорит о том, как вера воплощается в мире оно может говорить и о самом себе, но оно говорит о том, как оно осуществляется в мире русское искусство от иконы до наших дней хочет говорить о мире ином в России сейчас очень охотно вспоминают о том, что слово культура происходит от слова культ культура здесь понимается как совокупность искусств культура выступает и как хранительница изначального откровения и как посредница для новых откровений язык искусства отличается от просто языка от языка обыденности не тем, в первую очередь, что он говорит о мире более красиво и изящно и не тем, что он говорит о внутреннем мире художника и так далее язык искусства отличается тем, что он говорит о мире ином о котором может сказать только он один своим внутренним строем язык искусства обнаруживает строй мира иного как строй языка обыденного обнаруживает строй мира здешнего И каждая обнаруживающаяся возможность для языка искусства сказать что-либо новое, обнаруживает новое и ранее неизвестное в строении иного мира. Поэтому художника можно любить за то, что он открыл область нежеланную. Искусство в России это магия. Что же такое мир иной? Это и мир, который нам открывает религия, и мир, который нам открывается только через искусство. Это и мир, лежащий в пересечении двух этих миров. Поэтому отношения между искусством и верой в России столь напряжены. Во всяком случае, мир иной это не прошлое и не будущее. Это скорее то присутствующее в настоящем, во что можно уйти без остатка. Для того, чтобы жить в церкви или в искусстве, не надо ждать и не надо хлопотать. Надо просто сделать шаг в сторону и очутиться в другом месте. Это так же просто, как умереть. И по существу то же самое, что умереть. Умереть для мира и воскреснуть рядом с ним. Магия существует в пространстве, а не во времени. Сам космос устроен так, что в нем есть место для разных миров. Художники, о которых говорилось выше, не религиозны, но насквозь проникнуты понимаем им искусство как веры. Как чистая возможность существования, как чистая представленность, откровение, несокрытость. Или как знак, подаваемый свыше и требующий истолкование. В любом случае, искусство есть для них вторжение мира иного в наш мир, подлежащее осмыслению. Вторжение, которое осуществляется через них самих и за которое мы не можем не быть им благодарны. Ведь благодаря такого рода вторжения мира иного в нашу историю мы можем сказать о нем нечто такое, чего он не может сказать сам о себе. А именно, что мы можем сказать, что мир иной не есть иной мир, а есть наша собственная историчность, открытая нам здесь и сейчас. Это Борис Гройс. Борис Гройс.